Субтитры сделал DimaTorzok Ну мало ли, что человек говорит по неопытности своей, по незнанию Хотя было удивительно для меня, потому что это все-таки знаменитый трава-блогер Но то, что он намеренно в некоторых моментах вводил в заблуждение, меня это действительно очень сильно удивило Ну посмеялся, да, забыл Но через некоторое время несколько моих туристов стали присылать мне это видео Я им то же самое объяснил, ну мало ли, зачем человек так снимает антиблог какой-то относительно нашей темы, темы круизов Они тоже это, в принципе, услышали, посмотрели, поняли Все бы так и забылось, но произошел один момент Один из туристов, который на полном серьезе задумался, что круизы это плохая тема или плохая затея Поговорив со мной, я все-таки убедился съездить Я объяснил, где в этом видео не договаривается или привирается немножко С какой целью, я не знаю, я не собираюсь разбираться в этом Я просто объяснил, как на самом деле все происходит Человек мне поверил, съездил Вернувшись, говорит, Женя, ты должен снять антивидео на это антивидео Я говорю, зачем? Ну, Женя, я на полном серьезе думал уже не ехать сдавать билеты Но поговорив с тобой, я все-таки решил попробовать Потому что это видео действительно вводит очень сильно в заблуждение Люди, которые ни разу не были в круизе, они, посмотрев это видео Да, спору нет Есть десяток видеообзоров от того же самого Тушкина, у которого 15 миллионов просмотров Как он отдыхает на лайнере Как он сам говорит, что этот отдых должен попробовать каждый Это просто сумасшедший отдых И еще десяток блогеров Но всегда, когда мы видим все-таки из десяти положительных отзывов Даже пускай блогеров намного круче Если находится какое-нибудь одно видео или какой-нибудь один блогер Где он все-таки хаит это направление То по неволе, по натуре своей человеческой Люди начинают разбираться, прислушиваться, задавать вопросы на фоне этого видео Даже если оно снято некорректно И поэтому я все-таки решил прислушаться к просьбе моего туриста Снять видео Давайте закроем один важный вопрос Могу ли я вообще рассуждать про круизы? Где правильно говорится, где привирается И как на самом деле происходит? Давайте представлю Зовут меня Галеев Евгений Сам я был шесть раз в круизе Со своей семьей Два раза мы были с родителями Два раза мы были с детьми Еще у нас два круиза забронировано Все у нас хорошо в этом плане У нас было свое турагентство В общей сложности с нашей помощью в круиз ездило около 600 человек примерно Большая часть из этих людей повторно Кто-то уже в два раза, кто-то в три раза уже ездил И люди довольны Девять из десяти человек возвращаются в круиз Потому что это действительно круто Итак, конкретно переходим к видео И начинаем пошагово обсуждать Но начнем мы с классики Перечисления того, что было на лайнере Ведь мы взойдем на борт белоснежного лайнера MSC Seaside Итальянского оператора MSC 323 метра в длину 41 метр в ширину Стоимость 700 миллионов долларов 19 палуб этого гиганта Готовы принять набор 5 119 пассажиров Которых будет обслуживать интернациональная команда Из 1413 человек Включая капитана итальянца И этих шикарных парней Водные горки Театральные представления Казино Зиплайн Несколько бассейнов Куча джакузи Семь ресторанов Два буфета Десяток бар Спортивный зал Зона спа Картинная галерея Бутики дьюти фри Бильярдная комната Библиотека Боулинг Гоночный симулятор Парикмахерская Детские комнаты И бесплатные судоку каждый день Неплохо, да? При этом еще не самый топовый корабль Который существует на данный момент Потому что MSC не самый крупный оператор Но Seaside мне больше всего подошел по датам Когда я хотел поехать И по тем странам, которые он захватывался Штука в том, что все эти перечисленные развлечения Это по большому счету Такие маркетинговые уловки То есть Технически они все присутствуют на корабле Но это не то, что определяет ваш отдых И поэтому Важнее, как я говорил Понять логику того Как функционирует сам круизный корабль Очень интересное выражение, правда? Те развлечения, которые он перечислил А, кстати, он перечислил не все Он перечислил меньше половины От того, что есть на самом деле на лайнере Так вот Те развлечения, которые есть на лайнере Это как бы маркетинговые уловки Они как бы технически есть И тут прям хочется добавить Но фактически их как будто бы нет Так вот Они как бы технически есть Но не это главная составляющая Вашего отдыха Вот мне просто интересно А что? Вот когда вы выбираете отель Неважно где Турция, Египет, Европа Что вы смотрите в отеле? Что было? Горки, бассейны, джакузи Развлечения, бары, рестораны Какая составляющая вам нужна? Помимо того, что Выбора страны и направления Вам же нужно Само наполнение отеля Так и здесь Интересно сказано Ну давайте смотрим дальше Сильцеминика корабля Находится променад Торговая улица У нас здесь такой атриум Откуда на разных палубах там расходятся Бары, рестораны, казино и прочее В роликах про Крузи Я слышал, что сравнивают Первое эмоции, что ты попал В какой-то торгово-развлекательный центр Как в торговом центре Гуляешь по гигантскому торговому комплексу А с каких пор торговый центр Это типа клево То есть кому нравится проводить огромное количество времени В торговом центре А первое, что я хочу сказать Именно на этом ланере я был И мне есть о чем сказать И я понимаю, о чем идет речь Когда Птулушкин и другие блогеры Говорят, что ты как будто бы Подпадаешь в торговый центр И это, ну, как бы неожиданно Дело не в том Понимаете, все зависит от того Как преподносишь и с какой стороны То есть, когда вы поедете просто в торговый центр Ну, ты не будешь ходить с камерой И говорить, я в торговом центре Но здесь совсем другая ситуация Представьте себе Лайнер стоимостью в 1 миллиард долларов Он построен для того, чтобы зарабатывать деньги Да, ну, в принципе, все, что у нас вокруг построено Там, идете вы за продуктами Магазин построен, чтобы зарабатывать деньги Едете вы в автосервис, в автомойку Построен для того, чтобы зарабатывать деньги Так вот, и лайнер Когда вы идете на лайнер Идете на посадку Ну, вот первый раз В вашей голове представление такое Что там должно быть все оптимально сделано Для того, чтобы зарабатывать деньги Каюты оптимальные Там, поменьше каких-то свободных мест Зачем делать большой театр, например Ну, это я забегаю вперед Если на это место можно еще где-то 100 кают засунуть В каждой каюте по 2 человека Это же сколько можно еще заработать У тебя вот в голове вот это все не укладывается Что там могут быть огромные помещения Для развлечения, для шопинга Для театра, для ресторанов И когда только ты зайдешь на лайнер Вот это все видишь своими глазами Что огромные помещения сделаны для вашего отдыха Для удобства То есть там нет никакой тесноты Нет никакой толкучки И вот именно вот это поражает То, что обычно, вот как он сейчас Не помню, скажет, не скажет Есть такой большой променад посреди лайнера Где по бокам идут магазины брендовых вещей Опять же, эти брендовые вещи Кто интересуется Очень хорошие скидки на них происходят Потому что, когда вы отходите от берега То это автоматически офшорная зона И автоматически открывается дьюти-фри И цены без учета налогообложений идут И это важный момент Так вот, понимаете, все зависит от того, как преподнести Понятное дело, если вы пойдете в торговый центр То вы не будете как дурачок Я в торговом центре У всех круизных лайнеров внутри вырвиглазный Олиповатый устаревший дизайн Олиповатый устаревший дизайн Давайте первый раз спишем на его незнание На неопытность Но только один раз спишем Вообще, лайнеров в мире Их огромное количество Их около 500 Я не беру в зачет те лайнеры, которые везут меньше тысячи пассажиров То есть, 500 лайнеров Огромное количество маршрутов И каждый лайнер оборудован И в дизайнерском отношении абсолютно по-разному Абсолютно по-разному Даже у этой компании, через которую он едет Около 20 лайнеров И каждый лайнер имеет свой стиль Есть лайнер, где дорого-богато Где больше дерева, больше подзолоты Есть лайнеры, например, Virgin Футуристические Абсолютно современные Взрывающие мозг Есть лайнеры, такие вот как Сесайд, Севью, Мировигли Вот этой компании Где все-таки больше современных деталей в интерьере Но в то же время на этом же лайнере Очень много баров, ресторанов В абсолютно разных стилях И главная ошибка здесь именно в нем Если ты едешь на лайнер А ты видишь дизайн этих лайнеров Когда выбираешь маршруты Когда выбираешь лайнер Ты видишь дизайн этих лайнеров Зачем ты выбираешь тот дизайн Который тебе не подходит Ни по стилю, ни по внутреннему состоянию Выбери другой дизайн Выбери другой лайнер Благо, их огромное количество А про маршруты мы еще поговорим Я думаю, это связано с двумя причинами Во-первых, целевая аудитория Старики, назовем их так Поэтому всякие там оформления Под джазовые бары Это понятно, почему происходит То, что на лайнере одни старики Ну, скажем красиво Поживые люди, пенсионеры Это неправда Все дело в нашем советском менталитете Российском менталитете Когда вы едете куда-то в Сочи То вы не увидите такое количество В равных пропорции поживых людей Почему? Ну, потому что просто у них нет возможности отдыхать И это печально Что у европейских пенсионеров Американских пенсионеров Такая возможность есть И это принято даже делать Когда ты выходишь на пенсию Путешествовать И поэтому Там все это бросается в глаза А в реалии Это все в равных пропорциях Определенный процент Пожилых людей Определенный процент Выше среднего Среднего Ниже среднего Молодых Детей Подростков Все примерно в одинаковом Процентном соотношении Просто по менталитету Когда вы здесь едете куда-то В Египет Даже в Турцию В Сочи Вы не увидите столько пожилых людей Почему? Потому что нет возможности Просто реализовать То, что они хотят То, что могут позволить себе европейцы Второе Слишком громко Второе Это Каким бы огромным не был Рекордно огромным не был лайнер Он все равно еще ограничен по размерам Поэтому Основной отделочный материал здесь Это зеркало Чтобы визуально увеличить Объем пространства Здесь блестит каждый сантиметр То, что лифт зеркальный Все привыкли Но как вам насчет того, что Все зеркальное Привет Привет Здравствуйте А тут сверху Кто у нас Да, это Лапочка Ну смысл, я думаю, поняли Хотя есть один бонус Когда спускаешься по лестнице В отражении тебя всегда ждет Какой-то милашка Я считаю Деньги на столе Где-то тлеет мой косяк Зеркало убьет меня Когда-нибудь Но не сейчас Ты тоже фальшивый Ты тоже разбит Ты тоже пытаешься Жить и любить То, что он говорит Много зеркал Ну, еще раз вернемся к тому, что Ты выбрал такой лайнер Ты выбрал такой стиль Ты именно выбрал такое Оформление лайнера Ты поехал на нем Тебя никто не заставлял Возьми другой лайнер Возьми другого стиля Это можно сравнить с автомобилями Сколько есть автомобилей у нас в мире Сколько есть моделей Сколько внутри Различных оформлений салонов Даже у одной и той же модели Разное оформление салонов То же самое внутри лайнера происходит Хочешь, будет везде зеркала Лестницы Суворовских Хочешь, будет везде дерево Имитация камня и так далее То есть, любой вкус На любой цвет Но если ты выбрал данный лайнер Ты посмотрел картинки Ты посмотрел видео этого лайнера Чего ты жалуешься? А если взять не публичное пространство А жилое Какой-нибудь коридор с номерами То все сразу меняется Ай Простой вопрос Зачем прыгать в коридоре? Ты только что зашел С открытого пространства С открытых помещений Высота холла Четырехэтажный дом Ты только что зашел оттуда Зачем прыгать в коридоре Который предназначен для того Чтобы пройти до своей каюты Ты хочешь прыгать Есть огромные спортзалы Есть тренажерные залы Помимо этого Есть еще несколько спортивных Я только говорю про спорт сейчас Спортивных площадок Ты где можешь играть В волейбол Баскетбол Минифутбол Гольф Еще что-то Ты упрыгайся там Ну вот Налицо Просто найти до чего бы докопаться Я понимаю Если бы он был бы высокий И упирался в потолок Ну нет ведь Пришлось прыгать Естественно все номера очень маленькие Мало того Они, как можете заметить Очень узкие Это для того, чтобы максимальное количество людей Могли иметь выход на балкон Собственно балкон С джакузи Которая, скорее всего Ни разу не будет использована Потому что Я не из-за этого взял этот номер Номера с джакузи Здесь Каюты Каюты с джакузи Они чуть длиннее Потому что есть дополнительная Еще секция С гардеробом Что удобно Туалет Туалет Такой вот ванн Смотрите С ванной Ребят, алло Я не знаю зачем Так снимать специально Но это Прям Ну явно Я не знаю Кстати Это сделано Четко для тех Кто не был в круизе Кто не разбирается После того Как они увидят Что вот такая Узкая каюта Действительно в голове А туда ли я еду А нужен ли мне Круиз И люди Которые побывали Которые знают Реальные размеры Каюты Никогда не сомневаются В том что Все комфортно И между прочим Сейчас вы видели Съемку Каюты с балконом Мы всегда путешествуем Чередуем каюты Внутренние С балконом Или сьют Внутренние С балконом И это Никак не мешает Отдыху Дальше мы поговорим Об этом Унитаз Смывает Не бесконечно Не атомный ледокол Конечно Интересно конечно Смывает Не бесконечно Ты Ты Я же не знаю Что сказать Ты зачем приехал Чтобы сидеть И нажимать унитаз Чтобы он работал Бесконечно Потому что Тебе Я не понимаю Я честно Не понимаю Зачем ему Чтобы работал Бесконечный унитаз Задача унитаза ну убрать фекалии да убрать и все все я не что он делает он еще говорит про птушкин других блогеров ну типа вы чем поражаетесь да ну слушай а ты чем поражаешься ты сидишь и тыкаешь в унитаз который работает бесконечно и кайфуешь от этого извините вопрос как вы думаете насколько человек этот номер двухместная кровать тут как бы все понятно в принципе рядом есть диван который конечно раскладывается то есть еще два человека и это не все потому что самое прикольное вот это это тоже кровать то есть она отпирается ключом раскладывается и помещается пятый человек он он на пять человек то есть поэтому когда вы слышите о том что круизный корабль вмещает там 5 6 700 тысяч человек это как бы самая вот самая максимальная вместительность которая редко когда бывает потому что большинстве своем в одной каюте становится 12 человека то есть можете смело это делить на на 5 то есть есть каюты в которых 6 человек могут помещаться то есть две такие верхние кровати так что это лишь одно из таких рекламных преувеличений чтобы вас впечатлить до каюты вмещать я разное количество людей то есть именно по вашему запросу то есть все зависит от вас изначально каюта рассчитана на двух человек но если вы едете например с маленькими детьми и хотите чтобы они но не будьте живы их куда-то в другую каюту заселять то конечно же просто берется диван раскладываться в двухъярусную кровать а либо просто рассказывать диван при этом раскладывается он вечером пока вас нету готовится вам ко сну и утром когда вы встали пошли на завтрак возвращаетесь это уже все будет собрано и ничего вам не будет мешать это важный момент каюта про которую он говорит 5 местные 6 местные есть даже двухэтажные семейные таких кают единицы ну скажем десяток да ну скажем около 30 вот таких кают из общего числа более тысячи кают вот то есть вы сами решаете как какой каюте вам остановиться все зависит от вас и я немножко не понять что он этим хотел сказать это плохо что там такой огромный функционал и как конструктор можно здесь дополнительное место поставить или здесь или это хорошо я вот так и не понял на лайнере может быть огромный театральный зал или огромный каток но этот только в размерах корабля он огромный сравним с тем что есть на земле это как бы ничего особенного и и в чем смысл театр на лайнере это действительно круто я объясню почему представьте лайнер еще раз вернуться к тому что лайнер это плавучий город получи отель который построен для того чтобы зарабатывать и когда вы видите заходите в помещение театра и видите это огромное помещение и вы понимаете что немало сил средств и и метража потрачено на ваше развлечение на то чтобы построить театр построить ледовый каток построить водное шоу и на секундочку сейчас подумайте вдумайтесь театр вмещает себя 1200 1500 сидячих мест понимаете 1500 зрителей может находиться на лайнере смотреть театр вы сейчас где вы находитесь вы вот вспомните рядом с вами театры сместимостью в 1500 зрителей ну миллионники могут еще может быть могут похвастаться таким театром даже большой театр москвы вмещает всего лишь две с половиной тысячи зрителей театр на лайнере вмещает полторы тысячи зрителей понимаете при этом шоу программы каждый день разные абсолютно и она никак не уступает ни цирку де солей не каким-то другим профессиональным театром потому что там выступает те же самые сам те же самые актеры я даже стал заговариваться что касательно ледового катка но извините меня но это на самом деле круто когда ты едешь на лайнер и там есть и ледовое шоу и ледовый каток и водное шоу и театр их каждый день каждый вечер там проходят шоу программы и ты разрываешься между тем куда пойти пойти в обычный театр посмотреть пойти водное шоу посмотреть или пойти посмотреть шоу на коньках но я не знаю с чем сравниваешь я не понимаю ты я не осознаю честно вот вы где-нибудь видели отель где есть все три вида театра я не помню таких отелей конечно есть лайнеры которые выглядят и дорого и стильно но вопрос цены потому что выбирая между поездкой разовой на таком лайнере или покупкой квартиры там где-то на окраине москвы или питера я бы такую сумму все-таки предложил вложить в недвижимость боже я сейчас увеличу вам картинку и вы все поймете но сначала скажу он показывает вам экспедиционные туры экспедиционные специальные туры это лайнеры совсем другого формата это обычные лайнеры вместимостью 200-500 человек не больше которые оборудованы батискафом которые оборудованы вертолетом при этом интерьер по большей части точно такой же как на большинстве лайнеров то что он ругает то он сейчас данный момент хвалит вы понимаете мне вот я не знаю и мне не смешно честно то что он только что хайл интерьеры зеркала визе то присутствует на этих лайнерах но опять же разные стили разные дизайны выбирайте почему цена такая потому что это и индивидуальный можно сказать практически экспедиционные круизные лайнеры увеличиваю картинку читайте внимательно идут на аляску гренландию они созданы для того чтобы вы могли посмотреть вечные ледники китов увидеть пингвинов морских тюленей и так далее то есть это лайнеры которые идут в отдаленной точке где ну практически нет цивилизации понимаете с чем сравнить поэтому и цена такая но это никак вообще не относится к обычным круизным лайнерам и обычным круизным туром поэтому здесь нельзя сравнивать ну понимаете намеренно вводят заблуждение зачем не знаю на новичков это очень хорошо подействует на опытных круизеров которые знают что такое и хотя бы внимательно прочитают они поймут в чем тут что он несет на самом деле начнем с того что корабли изнашиваются потому что их максимально эксплуатируют то есть перерыв между круизами когда корабль зашел в порт всех выкинул взял новых людей попал дальше часов 6 его полностью перезаряжать он постоянно в работе даже когда между сезонами допустим из карибов перегонять в средиземное море даже на этот перегон продают билеты люди покупают корабль постоянно работает в целом судно в хорошем состоянии претензий никаких нет но я обнаружил что если вот сюда наступить то прислушайтесь что будет когда можно сделать вывод из этого скрипа никакого сантехники тоже есть вопросы и вот просто этому кораблю два года всего лишь представьте что с круизами где кораблю 5 10 лет а такие все еще очень активно продаются до лайнеры созданы для того чтобы их максимально эксплуатировать постоянно использовать и ну возможно возникают такие моменты что где-то допустим потек кран хотя я ни разу не видел такого и ну тоже вот сейчас опять же вдумайтесь смотрите вот его каюта и на всю каюту он нашел только скрипящую половицу при этом все остальное функционирует нормально свет двери матрасы чистые постельное белье белое идеально подушки на выбор мягкое жесткое меню подушек тебе дают и честно говоря под большим вопросом то что у него потек кран в том месте где прикручивается лейка душевая это очень подозрительно и даже если это сделано не специально то здесь нет ничего страшного тут же звоните в службу горите у меня течет кран например пять минут пять минут к вам уже случится дверь стюарт на и говорит сейчас мы починим две минуты все проблемы нет а помните я сказал что с нашей помощью ездила порядка 600 даже больше человек и на моей памяти был один случай из 600 человек один случай когда в каюте отказала кнопку унитаза смыла вот просто перестала работать естественно позвонили стюарт пять минут был уже в кабине в каюте пришел постарался на месте решить вопрос все что решается дольше там 15-20 минут все это уже серьезная проблема серьезный косяк что сделали они переселили кто живет в этой каюте дали им лучший номер переселили собрали их вещи все сами перенесли дали им лучший номер дали им там комплименты от шоколаде клубника шоколаде шампанское тысячу извинений люди никоим образом не пострадали из этой ситуации они вышли не то что там расстроены что там какая-то проблема они довольны и вышли и далее улучшенную каюты им дали еще там тучу комплиментов все они довольны и рассказывают об этом что это что что не получается устранить моментально как в этом случае подкрутить как это называется шайбу подкрутить шайбу чтобы через не протекала это очень кстати подозрительный случай вот поэтому вам делать выводы а вот ничего среднего как бы нет ты выбираешь между огромным лайнером на популярном направлении с низкой стоимости билета либо что-то экзотическое с невероятной стоимостью входного билета и как бы из-за этого выбор не то чтобы очень большой остается есть опять брехня есть средний лайнере есть лайнеры то есть то что он говорит там на 100 200 человек это как раз есть экспедиционный где стоит там 20 тысяч 30 тысяч билет но есть лайнеры в этой же категории ценовой мы не будем сейчас говорить название этих компаний компании вообще около 30-50 примерно в этом промежутке компании даже не знаю точное количество компаний у каждой компании по огромное количество лайнеров то что самом начале перечисляли royal caribbean карнивал норвежин и мысе это уже самые топовые лидеры у них там больше более если карнивал считать не как единицу компанию а как концерн то у них около 200 лайнеров наверно наберется на всех еще еще сколько компаний существует и выходите вот чего-то хорошего того что собственно и рекламируется везде то выбор резко сокращается потому что новые суда ходят по попсовым направлением типа карибов реально основная масса круизов это потрепанные старые суда нет это неправда новые лайнеры нет нет такого что новые лайнеры отправляется только на карибы и так далее нет это абсолютно неправда например у этой же компании с которой он отдыхает месси компания итальянская например лайнер белиссимо один из самых последних лайнеров на сегодняшний момент который вышел год он почти проходил по европе сейчас он где сейчас он находится сейчас он находится в барабских эмиратах то есть понимаете тут карибами вообще где европа где арабские эмираты и где карибы то есть это нет неправда их равномерно распределяет компания каждая компания сама решает где выгодно именно расположить какой лайнер выгодно где расположить поэтому ну сами понимаете та минимальная цена которого мы изначально будут подсовывать заманивая вас это стоимость внутренней каюты без окон и это ужасно если вы никогда не пробовали спать в комнате без окон рекомендую ради эксперимента потому что это отвратительно в то время когда все остальные на круизе будут просыпаться из-за того что восходящее солнце там лучиками бьет их по лицу или потому что шумят волны за окном вы будете в темной комнате на ощупь искать выключатель света это отвратительно не стоит той экономии лучше дома остаться но если вы только не мечтали провести отдых концертный банк которая покачивается на волнах ну вот все сказано я говорю вот как преподнесешь помните я буквально несколько минут назад сказал что мы чередуем то есть у нас мы один раз берем каюту если мы едем вдвоем мы берем каюту внутреннюю и не паримся если мы едем там с детьми например берем с балконом то есть мы чередуем у нас действительно так получалось что мы чередуем внутренние с балконом сьют внутренние вот так вот в чем разница самое главное вот звучит да как внутренний каюта без за окон и вот идет коридор есть внешняя сторона каюта с балконом есть внутренняя сторона вас обслуживает тот же самый стюарт вас обслуживает те же самые уборщики те же самые официанты та же самая мебель те же самые гипоаллергенные шампуни мыло полотенце все что угодно меню подушек и так далее все то же самое разница что там есть балкон здесь нет балкона при этом цена отличается в два раза но не это самое интересное а то что в каюте вы практически не находитесь в каюте вы только приходите поспать почему мы и берем чередуем потому что мы приходим каюту только поспать это большой секрет вам расскажу потому что при то при тех развлечений которые существуют на лайнере у вас просто не хватает времени всем насладиться и вы приходите просто уже такой уставший но это приятная такая усталость в эйфории просто чтобы сил набраться на следующий день просто поспать и никакой темноты и там нету ну блин ну как вот такое можно говорить если ты выключишь везде свет и даже при этом все равно останется дежурное освещение понимаете давайте расскажу расписание относительно того что рассвет будет вас лучами солнца и так далее а там вы в темноте спите во первых разница допустим по европе франция италия мальта испания лайнеры которые ходят разница во времени четыре часа вот я априори встаю по местному времени по своему времени живу я но в уфе встаю я восемь восемь часов разница четыре часа это значит по времени италии или испании я встаю в четыре в пять утра там еще солнце близко не стало иду спокойно занимаюсь спортом в это время потом я иду уже завтракать в шесть часов открывается буфет и работают они шести утра до двух часов ночи представляете 20 часов без остановки иду буфет и завтракаю уже прихожу но и либо мы вдвоем это делаем супругой уже приходим наши каюта убрана все застелено вот через два часа после этого примерно лайнер прибывает в какой-нибудь город например барселона ну я практически не встречал людей которые не выходили в городах и на экскурсии я сейчас расскажу вам случай один лайнер причаливает 8 9 мы выходим в город барселону наслаждаемся городом гуляем спокойным шагом не надо разрываться стараться там увидеть его нет и по-моему кстати он будет в этом видео говорить об этом еще вернемся то есть где-то часа в четыре мы возвращаемся идем обедать поздний обед после этого мы идем в спа-зону идем спа-зону там есть такая солевая шахта большая комната на 10 10 примерно лежаков солевая шахта с такой успокаивающей музыкой мы просто там спим отдыхаем можем позволить себе спим отдыхаем набираемся сил на вечерние развлечения при этом на лайнере жизнь не останавливаться при этом на лайнере каждые 15 минут что-то происходит интересно какие-то шоу развлечения и так далее но вечером их конечно в разы еще больше и ты идешь уже в рестораны идешь шоу программы на теле до вы шоу возвращаешься в номер просто для того чтобы поспать искупался поспал у тебя новый день причем он не превращается в день сурка почему потому что лайнер в это время ночью идет в новый город ты просыпаешься и ты уже на мальте например новый город новые впечатления при этом шоу программы на протяжении недели постоянно новые каждый день чтобы не создавать монотонность новые шоу программы новые ледовое шоу новое меню в ресторане и ты кайфуешь от этого по незнанию можно попасть и по моему он тоже об этом будет говорить видео мы вернемся к за входной билет базовый вы получаете каюту и доступ к бассейну забитому туристами где все лежаки занят еще с самого утра из еды будет доступен только буфет или еда в ресторане по расписанию то есть как бы насчет буфета не спорю он топовый буфет да на лайнере в принципе и питание на лайнере ресторане буфете развлечения да все на лайнере бомба на самом деле если вы хотите посмотреть обзор просто завтрака это не обед внимание вот смотрите ссылочка в описании там пяти минутное не помню скольки минутное видео это я снимаю целиком буфет это целиком я иду и снимаю буфет течение пяти минут что есть в буфете и это только завтрак ясное дело что на обед и ужин там гораздо больше разнообразия еще больше блюд еще больше разнообразие и каждый день это меняется там нет повторов а теперь еще важная вещь сейчас прослушаем и скажу вам но вот с комплиментарными ресторанами чуточку сложнее потому что опять же все оптимизировано то есть здесь нет возможно держать для каждого ресторана свою отдельную кухню с отдельным шеф-поваром отдельными продуктами то есть все готовится примерно из одних и тех же продуктов одних и тех же заготовок то есть зачастую даже меню похоже просто подача отличается от того что есть в буфете нет 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 я не соглашусь с этим нет такого что вы где-то берут одни и те же ингредиенты или одни и те же блюда подаются и там и там под разным соусом нет такого нет конечно буфет он более-менее изо дня в день примерно одинаковый где-то там просто мясные допустим сегодня у нас такая рыба завтра говядина там это постоянно меняется в течение дня и поэтому складывается впечатление что одни и те же блюда но они меняются каждый час каждые два часа то есть на завтрак одно на обед другое на ужин третье что касательно ресторанов это абсолютно другой уровень и абсолютно другие блюда например королевские креветки утка в апельсиновом соусе карпаччо из осьминога я даже все перечислять не буду вот просто почитайте меню сделайте паузу сейчас и почитайте что допустим есть и это меню одного дня то есть на следующий день и на через день и послезавтра и так далее меню будет меняться сегодня у вас есть креветки завтра их нету их поменяли уже на маслосы это как по-русски то миди это это уже миди и там следующий день то биф строганов и и причем это огромное меню ты можешь выбирать все что захочешь не обязательно ты должен взять только одно блюдо ты можешь взять все по два раза и тебе принесут то что ты это не съешь это уже останется на твоей совести но если кому интересно можете проверить если вы хотите поесть более изысканно без толпы и без криков детей то нужно идти на более высокие палубы где в специальных ресторанах платных там комплексный обед будет стоить баксов 50 что может быть там для американцев еще более-менее но русские сразу начинают вспоминать какие были хорошие времена когда доллар был по 30 рублей они даже специальные пакеты продают чтобы завлечь людей в эти более дорогие ресторан типа там попробуйте комплексный обед два по цене трех в бесплатном вашем ресторане который уже включен в цену вы найдете все что вашей душе угодно за 6 своих круизов мы ни разу не дошли до платного ресторана хотя хотели но есть такой ресторан тануки китайский я не помню сейчас покажет не покажет его где при тебе готовят вот стол барная стойка при тебе жаровня и он при тебе готовит рубит осьминога и там кидает 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 что там какие-то ингредиенты все это красиво с подачей мы просто не дошли потому что были настолько сыты что просто не доходили до этого ресторана а почему по пакетам и не продать ресторана платных очень много разнообразных ну штук семь восемь там китайский и итальянский японский стейкхаус морепродуктов и так далее и ты просто берешь пакет и по цене три пакета по цене двухпакетного да и посещаешь три разных ресторана при этом цена если вы сравните с каким-нибудь своим рестораном в своем городе при этих же блюдах цена будет практически соизмерима и это правда за напитки кстати тоже надо платить потому что в буфете бесплатно наливают только вот этот американский фильтр кофе достаточно отвратительный без молока и воду с сахаром который здесь называют апельсиновым соком ну я не знаю как сказать что он лукавит это это примут мягко сказать ниже ссылочка будет там где про напитки там где я снимаю завтраки в буфете там же есть и напитки я постараюсь отдельно ссылочка это записать чтобы вы долго не искали но тем не менее давайте я сейчас перечислю напитки то что он называет вода с сахаром это нет неправда это неправда стоит автомат то же самое как макдональдс и то же самое так так делается как бургер кинге все то же самое стоит сироп где подается вода где подается газ если это сок то естественно без газа сироп с водой то же самое магазине это тот же самый апельсиновый замороженный концентрат который размораживают добавляют воду и делают разливают и получается сок это то же самое а по поводу напитков давайте перечислять то что опять же то что он говорит кофе без молока рядом с ним стоит два термоса горячий кофе холодный кофе я говорю я был на этом лайнере я был там я все это видео это я это снимал по поводу напитков вода лед лимон дальше чай около 15 видов чая просто около 15 видов чая кофе с кофеином без кофеина молоко горячие холодные дальше какао прямо отдельно стоит теплая горячая не называть его горячий шоколад по нашему это какао потом значит четыре вида соков соки как вот говорил в макдональдсе сироп и вода до четыре вида соков вам этого мало в буфете в ресторане то же самое вода в бутылке с газом без газа подается чай и кофе если вы конечно хотите алкогольные напитки то это за дополнительную плату это спору нет и я рад что алкоголь платный то есть там нет таких кричащих тагилл и прочее все цивильно все в на высшем уровне круизной компании лайнер итальянский очень много персонала итальянского повара итальянские но все равно видно что кухня адаптирована под американцев то есть она более жирная более сладкая и мне даже страшно представить что происходит на круизных лайнерах которые американские то есть она вообще все из сахара сделано на самом деле вот уважение к этому человеку который вот смело доносит информацию до людей которые не разбираются при этом он сам не понимает как это происходит и это действительно заслуживает уважения быть хорошим таким блогером с таким количеством подписок при этом нести чепуху будет некрасиво сказано но тем не менее еда на ланере подстраивается под регион и под национальности людей которые находятся на ланере то есть когда бронь на ланере вы можете сделать за два за три года и система на ланере уже видит какие национальности будут в большинстве например если вы поедете по азии по вокруг индии то ясное дело что там будет больше национальностей индусов да или просто даже неважно по европе вот забронировал огромное количество индусов на этот планет что там не будет естественно там будет меню подстраиваться под вас там будет как можно меньше говядины но зато больше будет морепродуктов если лайнер идет по америке то там будет приближенок к американской еде жирная сахар побольше такого котлеты побольше фри побольше гамбургеров то есть все подстраивается под национальности которых большинство на лайнере но в то же время не забывают про остальных если вы вегетарианец для вас есть прям отдельное меню если вы мусульманин верующих халяль у вас прям будет отдельной вот отдельный такой этот длинный длинный стол где там будет все халяль под любую национальность кухни подстраивается так чтобы тебе было комфортно но если ты хочешь какой-то экзотики она там есть вообще без проблем есть пакеты для напитков так есть алкоголь и при только простейшую ром колу то я взял easy пэкач который стоит всего 36 долларов в день так что чтобы отбить этот пакет мне нужно спится отдельная боль это интернет я отдал 150 долларов за 5 гигабайтный пакет потом еще 30 доплатил потому что мне не хватило дополнительный гигабайт остальные опции вот может сейчас посмотреть сами про алкогольные напитки я уже сказал я рад что их там нет что они платные ну это большой плюс на самом деле но при этом компании некоторые допускают привоз с собой кто-то 2 литра спиртного кто-то литр кто-то там две бутылки вина разрешает то есть это норма поэтому здесь ничего страшного нету но то что алкоголь платный я считаю это просто плюсом что касаемо интернета интернет да это прям большой минус но и понять можно представьте вы находитесь где-то в океане и но какой вам интернет будет скоростной не будет вам скоростного интернета максимум там сообщение переписаться ну какую-то картинку еще посылать возможно и новые понимаете быть тут-то от города отец и куда-нибудь на рыбалку уже интернета нету а там извините меня вы в море в океане находитесь или там на островах но при всем при этом важный момент послушайте внимательно лайнер идет в море обычно ночью то есть днем когда вы днем находитесь в порту у вас есть вай-фай бесплатный вай-фай в порту магазинах в ресторанах в кафешках где угодно в городе иногда бывает просто на мальте бесплатный вай-фай лови не хочу то есть все это вам доступно отсылайте звоните выкладываете все что хотите загружайте видео все это днем возможность делать даже когда лайнер стоит в порту в городе интернет доступен хоть прямой эфир хоть онлайн по ватсапу видеозвонок все что угодно интернета нет когда лайнер отходит от берега а когда лайнер отходит от берега ночью Ночью, пока вы спите, лайнер идет в другой город Ну, меня за 6 моих круизов все устраивало Ночью я спал, утром я просыпался, пока завтракал, уже интернет был Вечером, допустим, пока ужинал на лайнере, я говорю, интернет был В течение дня в городе интернет всегда есть Поэтому, на самом деле, это не проблема Но для его, как блогера, возможно, я пойму Потому что ему нужен постоянный интернет Постоянно отслеживать комментарии, видео Ему действительно, может быть, этого не хватало Но вам, вам ночью нужен интернет? Вот это моя бортовая круизная карточка То есть, это основной документ, паспорт человеку, который находится на круизе К ней привязана моя карта То есть, я оплачиваю все, что захочу здесь с помощью нее Я с помощью нее выхожу с корабля и захожу обратно Самое прикольное, что на ней нет информации о номере моей каюты То есть, если я ее потеряю, то никто не сможет зайти И быстро выйдут новые Не видел, вот там, где он пальцами зажимает Вот там написано Написано Каюта Вот это карты С этого же С этих же лайнеров Вот МС Вот, кстати, гирька Это наклейка Это значит, что вы можете ходить в спортзал без сопровождения То есть, вы подписали там документы Если на вас штанга упадет Вот, это Там, где вот как раз он вот так вот держит Вот здесь вот и написано кабина Раз кабина Ну, вы скажете, может быть, раньше этого не было Видео 2019 года Даже если учесть, что он, допустим, в 2018 году был Сейчас мы найдем вот это вот 2019 года Есть Так, это у нас 2020 года есть Это тоже 2020 года Это 2019 Это 2018 2017, пожалуйста 2017 года 2017 года Номер кабины У всех абсолютно идет номер кабины Я сейчас увеличу вам Пожалуйста, везде Вот где вот так он закрывает Везде написано кабина Зачем? Я не понимаю Если вы потеряли карту То вы немедленно должны сообщить Идеали Что вы потеряли карту Чтобы ее заблокировали Чтобы к вам никто в каюту не попал Эта карта действительно является вашим ключом от номера Это ваш пропуск Так сказать, паспорт Когда вы выходите, заходите Это также ваш кошелек Когда вы покупаете что-то на лайнере, напитки А потом на ресепшене уже счет закрываете И закончим тем, что есть еще разные классы обслуживания на судне То есть у меня он называется Aurea Он типа средний Это подняло стоимость каюты на треть или даже на половину Из-за этого есть доступ в свободную зону с лежаками Я могу в термальную зону, когда угодно ходить Обычно это стоит 100 долларов с человека в день В ресторан я могу приходить в любое время, а не по расписанию Плюс еще какие-то мелкие бонусы, которыми я не особо пользуюсь Но есть еще более высокий класс обслуживания Здесь он называется Яхт-клуб Это фактически боги на корабле У них там отдельный лаунж, отдельный ресторан У них вид прямо вот с капитанского мостика То есть вся носовая часть выделена только под них К ним даже лифт быстрее приезжает Потому что они могут его по карточке вызвать Короче, рассказы про дешевизну круизов Это как будто вы оказались на том пляже из Ну погоди И не можете из него неделю выйти Да, есть разные классы обслуживания Есть стандартный, есть базовый стандартный Есть ауреи, есть яхт-клуб Где у них своя зона для загара Где у них даже свой лифт, ресторан и так далее Но при всем при этом Мест на лежаках везде всем хватает Я сейчас добавлю видео Где мои дети днем в бассейне купаются И нет народу абсолютно Понимаете, ну все Сказать одно Но по факту это все по-другому Тут даже не стоит сравнивать с экономой бизнес-классом в самолетах Потому что на круизе, если вы не заплатите дополнительные деньги Большая часть корабля просто будет для вас недоступна Включая многие рекламируемые фишки Нет, абсолютно это не так Ну звучит, обратите внимание, да Он не говорит, что большая часть корабля Он говорит, большая часть корабля На фоне огромного лайнера В тысячу, тысячи квадратов Какие-то 300-400 квадратов Вам недоступны будут А доступны будут только для яхт-клуба Это такая зона, где в основном это покупают знаменитости Чтобы их там не тревожили, ни фанаты, никто Поэтому у них есть свой лифт Точно так же, как люксовые номера в элитных гостиницах Где у них тоже свой лифт туда идет То есть это нормально Но самое главное, как звучит Не большая часть корабля А большая часть корабля На фоне огромного Но при этом, при всем, эти же люди Все ходят в одно и то же место В театр, в аквапарки Казино, автоматы Те же самые места И вам все это доступно Априори, бесплатно Включено уже в стоимость Что идет дополнительно Я перечислю, чтобы вы понимали О чем речь идет Парикмахерские, ну извините А где вы видели, что бесплатно стригут вас где-то На каком-то курорте Массажные салоны Тоже Какие-то Спа-процедуры Ну я не знаю Где бесплатно на курортах делают спа-процедуры Если ты не покупаешь Либо не покупаешь изначально большой пакет Вот как у него, например Это просто При этом у него не включены массажи А нет, включены Около часа или полтора Массаж включен в эту стоимость У нас был такой пакет Но у него проход в ауре Включен Где Как бы Просто помещение Он Очень крутой На самом деле Мне понравилось Я могу снять Можете посмотреть Тоже по ссылочке Вот и все Остальное все Для всех одинаково И еще палба Для загара Но Просто вы можете Даже сами сравнить Вечером она Обычно открыта Потому что вечером Там некому закрывать Это Небольшая часть Лежаков И так на 25-30 Наверное Вот так Лежаков Всего 25-30 Лежаков Называет это Большую часть Большая Большая часть Извините меня Вот На фоне Общего корабля Я сейчас схематично Попробую показать Яхт-клуб На фоне Всего Лайнера Сколько он занимает Палуб Сколько он занимает Место Чтоб вы понимали И Развлечения По мнению Туристического Агента Мой день На корабле Выглядит Следующим Образом Ранний Подъем Йога На палубе Курсы Португальского После Завтрака Поход В театр Игра Бинго Ужин Комедийное Шоу И немного Казино Да плевать Мне на 70% Того Что они там В программе Есть Операторы Лайнеров Прикладывают Очень большие Усилия Чтобы разрушить Стереотип Что круиз Это для Стариков Они напирают На то Что там Развлечение Для всей семьи Все возраста Будут Просто в восторге Но это Вранье По простой Логичной Причине Ни у кого Нет времени Постоянно Кататься На круизах Только у Стариков Есть и Деньги И свободное Время Чтобы Постоянно Кататься На круизах Естественно У стариков Там Из Европы Америки Из состоятельных Азиатских Стран Все что он Перечислил Это Йога Уроки Португальского Театр Бинго Казино Еще что-то Одно Упустил Из всего Списка Что есть Вот вам Стандартная Программа На один день На следующий день Это будет Немножко другая Уже программа Посмотрите Сколько всего Каждые 15 минут Что-то Происходит На лайнере Так что Я не знаю При всем При этом Эта программа На весь день И ты не находишься На лайнере По большей части Когда вы Причаливаете Причаливаете Вы практически Каждый день Обычно Только один день В море Бывает Из Недельного Круиза Так вот Вы находитесь Где-то В историческом Городе И вы находитесь На лайнере В этот момент Это нонсенс Мы всегда Ходили Всегда Путешествовали Всегда Смотрели Достопримечательности Всегда Наслаждались Городом Вот смотрите Мой круиз Длился Две недели После нового года И на вторую неделю Остались Только старики Потому что Всем остальным Нужно работать Они не могут Постоянно отдыхать Поэтому Логично Что целевая Аудитория Всех Круизов Это Старики Они Постоянно Могут Кататься В этом Нет Ничего Плохого Просто Не дайте Себя Обмануть Ну Слушайте Про стариков Мы уже Говорили Это просто Нам Бросается В глаза То что Мы привыкли Что на курортах Действительно Очень мало У нас Пенсионеров На курортах А в Европе Эти пенсионеры Они на курортах Они на лайнерах В том числе Но Это в равных Пропорциях Это в равных Пропорциях Поэтому Говорить Что там Только Одни Пенсионеры Это Неправда Просто Съемки Можно Делать С разных Ракурсов Например Для Стариков Проводятся Как раз Преферансы Какие-то Игры Бинго И Также Какие-то Вечера Отдельно То есть Очень много Локаций На лайнере Очень много Разных Допустим По программе Вы если Почитаете То Обучение Танцам Например Проходит На пятой Палубе В баре Например Лонч Такой-то Такой-то Танцы Восьмидесятых Например Проходит Там-то Там-то Бинго Проходит На седьмой Палубе Корма Холт Там Я не знаю В общем Очень много Локаций В каждой Локации Что-то Интересное Проходит На любой Возраст На любой Вкус И Ну Если прийти Допустим Снять Бинго Ну там Одни старики Будут сидеть Играть Ну потому что Это их Развлечение А если Вы придете Где Допустим Сейчас Какое-нибудь Шоу Анимация Проходит Там будет Молодежь Или обучение Танцам Там тоже Будет Очень много Молодежи Обучение Танго Например Поэтому Все Зависит От Тараку Не могу Говорить За все Круизы Но Скорее Всего Они Поняли Что В среднем Люди На одну Неделю Плавают В круиз Мало Кто Остается На две Недели Поэтому Нет смысла Делать Культурную Программу На две Недели Можно Сделать На одну И потом Что На вторую Неделю Все повторяется Это уже Не так Интересно А так Оно И есть Это Опять же Говорит О его Неопытности О незнании Что такое Круизы На самом Деле Цикл Недельный Обычно И мы Если путешествуем Мы берем Неделю Но Чтобы У нас Был отдых Дольше То мы Берем Обычно Например Я говорю Допустим У нас Посадка Барселония Мы спокойно Прилетели за день Переночевали На следующий день Заселились На лайнер У нас Недельный Какой-нибудь Маршрут С посещением То есть Барселона Марсель Генуэ Может быть Неаполь Рим Сицилия Мальта И обратно Барселону Возвращаемся И после этого Мы еще Несколько дней Дни 3-4 Живем в Барселоне И В общем Продолжительность Нашего отпуска Составляет Примерно 11-12 дней Это самое Оптимальное Для нас Я не знаю Как для вас Но для нас Это самое Оптимальное И городами Насладиться И лайнером И Барселоной Как таковой Потому что Это действительно Такие города И мы каждый раз Пункт отправления Меняем Это в этом году Барселона В следующем году Допустим Дубай В следующий раз Это например Венеция Направлений 5000 маршрутов Вдумайтесь 5000 маршрутов По всему миру У круизов 5000 Где вы такое видели Так вот Самое оптимальное Это недельный маршрут И естественно Они тоже это понимают И каждый день В течение недели У вас новая шоу программа У вас новое меню У вас новые развлечения У вас новая программа У вас новый город Все У вас нет монотонности Абсолютной И когда вы находитесь На лайнере По ощущениям У вас не неделя прошла А вот реально Мозг воспринимает Вот эту новую информацию Постоянно Новый город На лайнере Новые мероприятия Как день за два По ощущениям Как будто прошло Две недели Три недели И это действительно так И все люди Которые были на лайнере Которые правильно Выбрали маршрут Или которым правильно Подобрали маршрут Они как здесь Вот видимо Вот тыкнули А потом не понравилось Все были довольны Вы всего один раз Распаковываете чемодан И посещаете Кучу экзотических стран Вот это максимально Подкупает Я собственно круиз И выбирал именно маршрут Исходя из того Какое количество новых стран Я смогу посетить И что же вышло Я как бы был на Ямайке Но вот здесь Я как бы был в Мексике Но вот здесь Это действительно так Когда вы путешествуете на лайнере Вы один раз распаковали чемодан И посетили допустим Четыре страны Но понимаете Вот то что он показывает Я как бы был на Ямайке Но вот здесь Я как бы был в Мексике Но вот здесь Такое ощущение Как будто Ну ему сказали Вы будете в Мексике Вы будете на Ямайке Вы будете в Америке А какие города Он не знал И его просто привезли На другой конец острова И он такой А здрасте А почему я здесь Это неправда Когда вы выбираете тур Вы полностью видите Города Куда вы причаливаете Во сколько вы причаливаете И когда лайнер Отходит от берега И говорить о том Что он недоволен тем Что я был Как бы на Ямайке Но в другом месте Так ты что выбирал-то Ты смотрел маршрут Я сейчас вам сделаю Принтскрин Вы посмотрите Где четко написано Какие города Где вы будете Какая страна Во сколько Во сколько отходит Ну это опять же Полностью Неправда Он преподносит То что он выбрал Он выбрал абсолютно Противоположные порты Относительно того Что хотел И преподносит это так Как будто бы его туда привезли Специально Хотя должны были В другое место Как будто бы привезти Ну это же неправда Вот вам Расписание Я вам сейчас покажу Расписание Которое будет Через два года Оно расписано Вообще на три года Как у самолетов Все четко Лайнеры не задерживаются Они не могут стоять В порту Дольше определенного времени То есть написано В шесть часов вечера Он должен отойти Он уходит Потому что на его место Причвартовывается Другой корабль Так что смотрите Либо мне просто не повезло И все остальные лайнеры За одну неделю Посещали Нью-Йорк Токио и Луну Да Тебе действительно не повезло То что ты не умеешь выбирать И то что ты вообще Не разбираешься в круизах И то что ты просто Хотел может быть Снять Хайповое видео И которое ты снял И оно действительно работает Поздравляю тебя Ты хайпанул И действительно это работает На людях Которые никогда не были в круизе Но люди которые даже Видели тебя И съездили в круиз Они в шоке Они говорят Что ты вообще снял И да Если ты хотел посетить Какие-то города Типа Нью-Йорк И Японию Значит надо было Выбирать маршруты Где есть Нью-Йорк И Япония А не Ямайка Противоположная стопа Вот на своем примере Покажу один из своих маршрутов То есть я четко знал Куда я хочу И я выбирал Эти порты То есть я посетил Барселону Я посетил Самые замечательные города Рим Я посетил Мальту Офигенно Я посетил Пальму-де-Майорку Я посетил Марсель То что я хотел То я и получил Ну а Тут как бы Без комментариев Я даже не знаю Что дальше сказать Это я даже не знаю С чем сравнить Сейчас попробую Объяснить вам Это вы хотите посетить Например Красную площадь В России Берете билет До Курска Приезжаете в Россию Город Курск И говорите А где здесь Красная площадь Я хотел увидеть Красную площадь А я не оказался на ней Так ты зачем билет берешь До Курска Если ты хочешь на Красную площадь Так ты и бери До Москвы До центра Красной площади Если то же самое Ты хочешь посетить Какой-то Какой-то определенный город На Ямайке Так ты бери С посещением Этого порта А не противоположного На другом конце острова И преподносить потом так Что Ну какой-то прям Пилец произошел Тебя увезли В другой конец острова Самое херовое Это если Случится во время Вашего круиза Даже не шторм А просто Непогода Вы заперты на корабле Если капитан решил Что погода не ок То вы не заходите в порт Просто пропускаете точку У меня так случилось С Пуэрте-Рико Где мы должны были Зайти в столицу В Сан-Хуан Это была одна из самых интересных Точек на маршруте Если не самая интересная Но нет Вместо этого был День в море Потому что Пошел я нахер Конечно же Это была самая интересная Точка на маршруте Потому что В нее же не зашли Поэтому она самая интересная Был и такой Шторм Ураган какой-то Но опять же Ты Что выбираешь Выбирай в сезон Где нет штормов Где нет ураганов Ну Ты выбрал то Что хотел И получил то Что хотел Понимаете Смотрите За 6 своих круизов 6 недельных круизов Получается Округлим 40 портов 40 городов Мы один раз Не зашли Получается На Корсику Потому что В тот момент Был сильный шторм Мы не расстроились Поэтому Это норма Это нормально Но опять же Один из сорока Портов Мы не зашли За все свое время Поэтому Если вы Не хотите И для вас Существенно Что вот Во время шторма Или урагана Мы можем туда не зайти То просто Не надо ехать В эти направления Езжайте в те направления Которые не подвержены Штормам Ну это нормально То есть Во время зимы Северная часть Европы Она для Лайнеров Обычно закрыта То что вы видите Там попадает шторм Это паромы Это не лайнеры Туристические Огромные Океанские Нет Они не дураки Они В зимнее время Лайнеры перегоняют В Дубай Перегоняют их В теплые края В Азию Там где не штормит Поэтому просто Выбирайте грамотно А потом Говорить что Вы хотели одно А вам дали другое Это неправильно Вы получили то что хотели Начал что-то про экскурсии Говорить Но так и не договорил Давайте я скажу Возможно он хотел Сказать что здесь Лайнеры зарабатывают На экскурсии Это действительно так Лайнеры зарабатывают На доп.услугах Которые Вы можете не брать На примере экскурсии Вам расскажу Есть три категории Экскурсии Первая категория Это сразу экскурсия Которую вы покупаете На лайнере То есть Вам сразу Тут же ее продают И это самые дорогие Экскурсии Вторая категория Экскурсии Те же самые экскурсии Но вы приходите В порт Приезжаете Вы сходите с лайнера И в порту уже стоят Рекламщики Агентства Которые Вам то же самое покажут Но уже примерно Раза в два дешевле И третий вид экскурсии Это самостоятельные Когда вы выходите И просто наслаждаетесь Городом При этом Ну на примере Мальты Объясню Если С лайнера Сойти По экскурсии Лайнера То Экскурсия По Мальте Обойдется примерно Ну где-то В 30 евро Если вы Сойдете уже Купите в порту Ну где-то В евро 10-15 Я имею ввиду Доехать до цента Там какие-то Достопримечательности И если вы Самостоятельно То вам обойдется Это в 1,5 евро Это просто Выйти из порта Перейти 50 метров До остановки Сесть в автобус И вас привезут К центру Где и есть Все достопримечательности И обратно Точно так же вернуться Дорога занимает Всего 5 7 минут Извините 7 минут Так что Вам выбирать Просто Все зависит от того Что вы сами хотите Увидеть город Можно хоть так Хоть так Как вам удобно Royal Caribbean Насколько я знаю Даже паспорта Забирают у пассажиров Ну пока не в круизе Потом отдают Паспорта Забирает любая компания Если есть необходимость Поставить штамп О пересечении границы То есть Когда вы сходите С лайнера И заходите Это то же самое Что вы прошли Таможню Пересечение границы И если вы Допустим Давайте рассмотрим вариант Вот Италия Есть круизы Которые заходят Италия Черногория Хорватия Греция То есть Вот так вот По несколько городов В этих странах Но У вас есть шенген И вы зашли на лайнер Например В Венеции В Италии Вам не поставят Штампик Но когда вы Вы сдаёте В этот момент Паспорт И когда Вы приезжаете В Хорватию Вы спокойно По вот этим карточкам Как раз таки Выходите Спокойно гуляете По стране По городу Можете посетить Другие города Этой страны В это время Помощник капитана С вот такой кипой Ну обычно Это в обратном порядке Происходит Обычно штамп приносит Либо Вот с такой кипой Небольшой Приходит И в каждый паспорт Вам ставят Штамп Что вы пересекли Границу Поехали вы В Черногорию То же самое Вам ставят Штамп В Черногорию Что вы пересекли Границу За вас Делают То что должны По идее Вы сделать И это плюс А не не минус Как он говорит Понимаете Но если вы Допустим У вас есть Шенген И у вас Круиз С посещением Испании Франции Италии В этого характера То вам Не надо Сдавать паспорт И у вас Даже его просить Не будет Потому что У вас Нет Пересечения Границы Вне шенгенской Зоны Ну просто Просто Прям Уже Я не знаю Выворачивает От вот этого Херни Которую Вот так вот Несет Человек А вообще Да я и мечтал Вот с самого начала Не посещать новые страны А просто Плавать в море Вот Поработаю Так и хотел В общем Что хотел То и получил Если бы ты хотел Определенные места Посмотреть Определенные порты Посетить Ты бы выбрал Маршрут Именно с посещением Этих Городов Этих Портов И этих стран А не так Что ты сейчас Плачешься Тебя привезли На другой конец острова Хотя в расписании Именно Эта сторона Острова и была Ну по поводу экскурсии Мы все сказали В общем Я как можно короче Хотел Не знаю Насколько это получилось Дополнительные ссылки В описании Про завтрак Про напитки И прочее Ну Всем спасибо Если понравилось С вас лайк И комментарий Все Пока Пока